дизайн интерьера с чего начать как сделать хорошо как правильно выбрать дизайнера об этом снято куча роликов все советуют как выбрать как делать но никто не говорит о том что существует три подхода к проектированию и разные дизайнеры пользуются одним вторым или третьим так вот сегодня я вам расскажу о 3 подходах интересно поехали всем привет меня зовут иван безруков я дизайнер интерьера и сегодня я вам расскажу о трех основных подходах к проектированию которыми пользуются разные дизайнеры а вы дорогие зрители сможете узнать о них и сделать для себя соответствующие выводы с чего обычно начинается проектирование с подбора аналогов и это правильно дизайнер должен понимать в каком направлении двигаться или это больше классический стиль или это больше современный стиль он более яркий или более бледный контрастный или менее контрастный в общем чтобы в этом разобраться нужно посмотреть на аналоги следующий вопрос который обсуждает заказчик и дизайнер ну или человек сам собой когда проектирует сам это а в каком же стиле я хочу свой будущий интерьер дорогие друзья сейчас все интерьеры проектируются в смешанном стиле который называется эклектика сейчас никто не проектирует в каком-то одном ну например готическом стиле это уже ушло давным-давно поэтому расслабьтесь и делайте в свое удовольствие но при этом интерьер должен быть красивым гармоничным эстетичным в общем он должен радовать глаз а самое главное как я считаю в интерьере должна быть атмосфера которая вас обволакивает ну или как-то вас бодрит в общем радует одним словом поэтому я думаю что сейчас копировать прежние стиле наверное не нужно хотя почему бы и нет если есть желание то пожалуйста но перейдем к трем способам проектирования к трем подходам проектирования первое называется высосать из пальца что это такое обычно этот подход к проектированию практикуют люди которые занимаются дизайном самостоятельно без дизайнера вот это вот дивану мне нравится мой хорошо когда мягенькие ходят по магазинам выбирают товары подбирают один к другому каким-то образом компонуют и потом в интерьере что-то там у них получается выглядит это примерно следующим образом например семья задумалась делать ремонт и вот что делают они идут в леруа мерлен ну или другой строительный магазин выбирать обои и ламинат как они их выбирают по внешнему виду понравилось берем нужно подобрать к бежевым обоям бежевый ламинат но потому что они же бежевые но чуть потемнее подобрали так а какой мы возьмем диван но наверное коричневый потому что коричневый бежевому хорошо подходит хорошо сочетается берем берем а на обоих у нас полосочка значит у нас на диване должна быть полосочка ну и так далее выбирается все и вроде бы одно к другому все подходит но в итоге получается что-то не совсем то например как вот в этом интерьере наверняка здесь люди все материалы подбирали с большой любовью трепетом один к другому но получилось мягко говоря что-то не то а деньги были потрачены и кстати не такие уж и маленькие но вот например облицовка этим камнем стоило наверняка недешево особенно подрезка вот по этому радиусу в итоге никакого дизайнерского ремонта получился какой-то колхоз хотя и подбирали одно к другому и называется это высосать из пальца почему потому что нет никакой идеи а просто стоим думаем и а вот это подходит не подходит берем другое а это подходит да вроде подходит ага берем потом следующая 5 10 все составили получилось что-то вот примерно такое никого не хочу обидеть картинку просто взял из интернета для примера извините если что не так но общем вы поняли подход который называется высосать из пальца в основном этим занимаются люди которые делают ремонт самостоятельно без профессионалов и без подобающей подготовки если вы делаете сами то хотя бы узнайте несколько полезных советов я могу вам в этом помочь в описании вы найдете ссылку на несколько бесплатных уроков посмотрите хотя бы их но к сожалению есть и дизайнеры которые грешат этим способом я имею ввиду который называется высосать из пальца и вот они стоят и один материал к другому подбирают по принципу прикольно не прикольно а а это прикольно не прикольно вот это называется высосать из пальца но так себе подход имеет ли он право на существование ну конечно имеет вам выбирать хотите вы так или нет а я перехожу следующему следующий подход я называю скопировать что такое скопировать например вы даете аналог дизайнеру а дизайнер с этого аналога делает что-то вроде бы свое но по сути он копирует с того аналога который вы ему показали не включая при этом свою фантазию не добавляя что-то нового понятно да что такое скопировать конечно это может быть что-то свое дизайнер может добавить свои какие-то штрихи но фактически мы копируем кого-то особенно когда речь идет о каком-то стиле если мы берем какой-то конкретный стиль и пытаемся его перенести в свой интерьер фактически мы копируем то что уже было придумано ранее на мой взгляд не путать с подходом кради как художник потому что мы как художники конечно же подсматриваем за идеями других дизайнеров других художников 1 миллион берем на заметку их фишки и применяем в своих интерьерах конечно как без этого я говорю о том когда интерьер берут и практически один в один переносят в новый интерьер таким образом его копируя то есть создавая клон и вот вы знаете когда посмотришь некоторые сайты некоторых дизайнеров глядя на их работы создается ощущение что они постоянно создают клоны очень похожие друг на друга вот 10 интерьеров и они все похожи друг на друга как капля воды то есть человек так сказать нашел свой стиль хорошо это или плохо да это не хорошо и неплохо просто он так работает это его подход и ради бога если он вам нравится и если он вам подходит то конечно обращайтесь и получайте очередной клон зато есть плюсы вы всегда знаете чего ожидать и это называется почерк художника поймите меня правильно я нисколько не осуждаю этот подход я просто про него рассказываю что он есть есть подход к проектированию который называется скопировать нравится он вам или нет решать только вам ну а я перехожу к третьему третий подход к дизайну я бы назвал концептуальный дизайн и этим подходом пользуются все самые знаменитые дизайнеры россии и мира конечно же что такое концептуальный дизайн это когда человек придумывает что-то свое практически с нуля основываясь на какую-то идею он на нее опирается и развивает ее в интерьере на примере этого интерьера я объясню что имеется в виду посмотрите на эту картинку это знаменитый дизайнер ильзы кроуфорд которая придумала этот интерьер и что мы здесь видим да фактически ничего фактически интерьера мы не видим зато мы видим атмосферу здесь просто крашенные стены один стеллаж и натянутый гамак но зато как много он нам рассказывает о том что это за комната для чего она сделана и почему она именно такая и насколько это смотрится интересно и вкусно хотя выглядит очень просто эта комната для того чтобы прийти расслабиться почитать чтобы ощутить себя как будто на облаке возможно лежа на этом гамаке то есть эта комната для того чтобы просто расслабиться здесь нет ничего лишнего этот интерьер ничем не загроможден здесь есть только стеллаж с любимыми книгами гамак в котором можно полежать растения и картина которой можно полюбоваться и это создает определенную атмосферу хорошо это или плохо это подход это подход художника это подход к концептуальному дизайну не обязательно дизайн должен быть такой он может быть абсолютно другим он может быть более классическим он может быть более современным он может быть ярким он может быть тусклым но идея в том что когда создается интерьер придумывается некая идея вот здесь идея некой свободы какого-то парящего облака идея расслабления ведь это здорово когда в шумном городе после тяжелой работы вы пришли в дом отрешились от всего запрыгнули на это импровизированное облачко отрешились от всего мира и расслабленно читаете и тогда вы отдыхаете и здесь нету никаких специально накрученных вензелей чтобы всех удивить сразить хотя может быть в каких-то случаях такая задача и стоит итак давайте подытожим три подхода к проектированию первой это высосать из пальца второй скопировать и третий концептуальный дизайн какой из них правильный решать вам я лишь рассказал о том какие бывают подходы к проектированию и только вы можете выбрать какой вам больше нравится лично я выбираю последний концептуальный дизайн именно поэтому на нашем сайте все работы абсолютно разной нет ни одной похоже потому что каждый раз мы придумываем новую историю для нового человека для новой семьи мы создаем новую атмосферу и у нас всегда все получается по-разному хорошо это или плохо это такой подход и нам так нравится мы считаем так правильно мы так любим проектировать мы не любим копировать и тем более высасывать из пальца а вы дорогие зрители какой подход выбираете напишите обязательно в комментариях кстати если вы хотите самостоятельно научиться делать дизайн интерьера то вы можете это сделать в моей школе и именно там я учу как придумывать и создавать концептуальный дизайн заинтересовало тогда вы найдете внизу в описании ссылочку получите несколько уроков посмотрите ну и придете в мою школу а я вас научу делать концептуальный дизайн дизайн